МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автобус вынесло в кювет. В салоне было 40 человек. Десятки гостей, в числе которых мэр, боец СВО, сыграл свадьбу в зеркальную дату. История в деталях. Узнать, посмотреть, потрогать оружие, форму. Ветераны погранвойск организовали передвижную выставку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале НТР24 программа новости Нижнекамска. В студии Алмаз Кашаев. Здравствуйте. Автобус с пассажирами ушел в кювет. В салоне было 40 человек. Обошлось без жертв. ДТП произошло на трассе Чистополь-Нижнекамск между населенными пунктами Барок и Сухарева. По предварительной версии, водитель пассажирского транспорта не справился с управлением. Анастасия Шакирова расскажет больше. Помогите! Пассажиры покидают автобус. Идти приходится по глубоким сугробам. Транспортное средство вылетело в кювет. Первыми на помощь бросились водители, которые проезжали мимо. Также на место съехались все экстренные службы. В автобусе, следовавшем из Камских полян в Нижнекамск, было 40 пассажиров. Все на месте были осмотрены медиками скорой помощи. Никто не пострадал. Также впоследствии в больнице за медицинской помощью никто не обращался. ДТП произошло на трассе Чистополь-Нижнекамск, недалеко от населенного пункта Барок. По предварительной версии, 58-летний водитель автобуса «Хундай» не справился с управлением и съехал в кювет. 25 февраля примерно в 15 часов 30 минут на автодороге Чистополь-Нижнекамск около поворота на село Каенлы водитель автобуса «Хундай» 1965 года рождения двигаясь со стороны Чистополя в направлении Нижнекамска, по предварительным данным, не учел скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, метеорологические условия, совершил съезд в кювет попутного направления. Все пассажиры осмотрены. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Ход проверки взят на контроль прокуратурой. Анастасия Шакирова, Александр Лихачев, Новости НТР. Трудный период для дачников и сельчан все ближе. Рамиль Мулин на планерке руководителей призвал интенсивно готовиться к паводковому сезону. Главы сельских поселений должны заранее рассчитать возможные риски и выстроить план работы. Также мэр Нижнекамска попросил уделить особое внимание уборки снега и мусора в городе и районе. Город тоже нужно будет разделить на квартала и максимально проработать в части профилактики большого подтопления. Но чуда не произойдет. Снега огромное количество. Поэтому прошу с терпением этим вопросом отнестись. Поэтому я прошу силы МЧС подготовить непосредственно и трапы, и другие необходимые вещи для того, чтобы мы прошли этот период с малыми потерями. Таяние снега может начаться уже на этой неделе. В Татарстане ожидается потепление до минус 1 градуса. Об этом говорится в предварительном прогнозе гидрометцентра республики Татарстан. Так, во вторник, 27 февраля, на территории республики будет переменная облачность без осадков. Подует южный ветер со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 10, минус 15 градусов. Днем столбики термометров будут на уровне минус 3, минус 8. На дорогах сохранится гололедица. На следующий день в среду погода останется почти такой же, за исключением того, что минимальная температура воздуха ночью прогнозируется около минус 8, минус 13 при прояснениях до минус 18, а днем воздух прогреется до вполне весенних показателей от минус 1 до минус 6. Я напоминаю, что для вашего удобства медиахолдинг НТР24 есть во всех социальных сетях. Выпуск новостей в прямом эфире можно смотреть в нашем телеграм-канале НТР24. Он, как и на телеэкранах, начинается в 19.00. Там же ведется круглосуточное обещание телеканала Татарстан24. Жители города и района ждут на диспансеризацию. Тем более, что профилактический медосмотр сейчас можно пройти в своем микрорайоне. Об этом сообщает прослужба Ниждекамской ЦРМБ. С 26 февраля по 1 марта пройти обследование можно в будние дни с 8 до 10 утра. На экране указан график времени и место приема пациентов. Так, например, завтра выездная группа специалистов будет работать в Доме ветеранов на улице Бакир-Манче 24 и в общественном центре микрорайона на улице Вокзальной. Изучить график более подробно можно на нашем сайте ntrdefis24.ru Как к диспансеризации относятся нижникамцы? Мы спросили у наших телезрителей, ходят ли они на профилактические медобследования. Голоса опрошенных разделились, более 50% ответили положительно. Почти столько же опрошенных выбрали вариант «нет». И буквально несколько человек не знают, что такое диспансеризация. Про эти опросы можете и вы. Для этого нужно навести смартфон на QR-код, который вы видите на экране. Ну и о новых назначениях. Сегодня на еженедельной планерке представили нового руководителя аппарата Совета Нижникамского района. Ею стала 30-летняя Алина Хабибуллина. Она возглавляла Казанский городской общественный центр. Родилась в Альметьевске, окончила КФУ по специальности журналистика. Также сегодня мэр Нижникамска Рамель Мулин официально представил нового прокурора города Айрата Галимарданова. Его назначили еще в конце декабря. До этого он на протяжении последних девяти лет занимал аналогичную должность в Тукаевском районе. Предложение возглавить надзорное ведомство в Нижникамске он получил в связи с уходом Ольги Куповой, чей пятилетний контракт истек. Жители и организации Нижникамска перевели на покупку наборов участникам специальной военной операции более 6 миллионов рублей. Суммы переводов были самые разные – от 300 рублей до 150 тысяч. Сегодня подвели итоги благотворительной акции «Подари тепло героям Нижникамска». Стартовала она в январе по инициативе Рамиля Мулина. На собранные средства волонтерами комплектовались одинаковые базовые комплекты для наших защитников. Всего было подготовлено 700 индивидуальных наборов. Сейчас идет повторная актуализация списков тех наших земляков, которым мы отправим посылку в самое ближайшее время через Почту России. Данное решение принимается вместе с семьей. Волонтеры нашего штаба мы вместе обзваниваем родных и близких, и только после этого принимается окончательное решение, каким способом удобнее передать посылку. Еще раз хочу поблагодарить всех нижникамцев, все наши предприятия, учреждения, бизнес-сообщества, организации за ту активную жизненную позицию, наше духовенство. Тоже очень часто они выезжают из зоны, очень важна еще моральная поддержка наших ребят. Поэтому давайте вот дальше поддерживать эти акции для того, чтобы эта победа пришла быстрее, чтобы наши ребята вернулись живыми и здоровыми. В зеркальную дату 24.02.24 в Нижникамске сочлись браком 17 пар. Среди них была и вновь образованная семья участника специальной военной операции. Свою свадьбу они вместе с супругой решили сыграть в момент отпуска. В ЗАГС на бракосочетание к молодым приехал Рамиль Мулин. Мэр города пожелал им удачи и подчеркнул, что они сделали знаковый шаг, зарегистрировав свой союз в год семьи. Он также пожелал им взаимопонимания и семейного пополнения, отметив, что зеркальная дата их свадьбы обязательно принесет молодоженам счастье. Также на церемонии в качестве гостей было много сослуживцев жениха. В этом году наша страна отметит 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. По традиции за несколько месяцев до знаменательной даты в городе проходят патриотические мероприятия. Так, например, ветераны пограничных войск организовали передвижную выставку под названием «На защите границ», которая рассказывает об истории возникновения погранвойск. Сейчас мобильная экспозиция расположилась в городском музее. Это одна из модификаций пистолета «Маузер» с примкнутой кобурой-прикладом, который долгое время был на вооружении пограничных войск. Он даже стал своего рода символом этого рода войск. С ним всегда ходил герой Советского Союза, полковник погранвойск Никита Каратюпа, знаменитый своими рейдами против нарушителей границ. О нем здесь тоже немало информации. Целью нашей экспозиции является прикосновение к истории пограничных войск. Это направлено в основном на учащихся школ, лицеев, для того, чтобы они узнали о героях-пограничниках, наших земляках, Кайманове, таких же героях-пограничниках, как Карацупа, Баттершин. Мобильная выставка на защите границ открылась в здании городского музея. Здесь можно познакомиться с историей возникновения пограничных войск, их развитием, узнать, как охранялись границы нашей страны в разные годы, как менялась форма и оружие пограничников. Музей создан для того, чтобы познать, узнать, посмотреть, потрогать оружие, форму этих пограничников с времен России, как несли службу пограничники на рубежах нашей родной страны. Экспозиция была организована ветеранами пограничных войск. В городском музее она пробудет три дня, а с 1 марта мобильную выставку перевезут в школу ДСААФ, после чего она отправится в Рыбную Слободу и так далее. Ознакомиться с историей погранвойск может любой желающий. Светлана Шумкова, Александр Лихачев, Новости НТР. Если у вас есть важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 07 70. Напишите нам через сайт ntrdefiz24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. Экс-главу Нижнекамска сегодня поздравили с юбилеем. Актас Нургатиевич Галиахметов отметил 80-летие. Вся его жизнь и многолетняя трудовая деятельность была связана с Нижнекамской землей, отметил в своем поздравлении Рамиль Мулин. Актас Галиахметов стоял у истоков строительства города, внес большой вклад в его развитие. Работал в сложных экономических и политических условиях в должности главы администрации города и района. Также много лет работал в автотранспортной системе. Это Нижнекамская отрасль под его руководством была признана неоднократно лучшей в стране. Дай Бог, чтобы вы пожинали плоды своего труда, радовались своим детям, своим внукам и радовались добрым отношению наших Нижнекамск. Поэтому от всей души поздравляю с этим юбилеем. И хочется от всех наших руководителей, от всех Нижнекамск еще раз выразить слова благодарности. Нижнекамск должен быть еще красивее. Мы вам построили город, промышленную зону. Вот дальнейшее, как говорится, вам предстоит, что вот эта традиция продолжает. Пусть город расцветает. Пусть люди живут в хороших условиях. Игры, песни, угощения. Во дворе дома Кайманова 11 с размахом отпраздновали День защитника Отечества. Мероприятие было организовано силами Дома управления. Гости мероприятия соревновались в искусстве приготовления самой вкусной шурпы. На кону был денежный приз. Его, к слову, в итоге поделили поровну между участниками, поскольку блюдо получилось у всех. Второй повод праздника – это победа в конкурсе «А у нас во дворе», который был организован Татнылием и общественной палатой Республики Татарстан. Двор Кайманова 11 занял в нем первое место. Экстремально и красиво. В Крытом скейт-парке прошла встреча райдеров за Камье. Участники соревнований приехали из Нижнекамска, набережных Чулнов, Казани, Лабуги и Самары. В течение четырех часов столичные тренеры выбирали лучших в трех дисциплинах, которые, кстати, входят в программу «Игр будущего». Вера Вирца расскажет подробнее. С фиджетал-игр в Казани и прямиком на экстремальную площадку в Нижнекамске сегодня здесь проходят закамские соревнования по экстремальным видам спорта. И, возможно, здесь и сейчас, сегодня находятся перспективные ребята, которые смогут стать чемпионы следующих игр будущего. Скейтбординг и BMX являются физической частью двух дисциплин «Игр будущего», которые сейчас проходят в Казани. И пока столичный парк занят, тренеры решили провести соревнования в Нижнекамске. Участников собрали со всего за Камье. Хотелось бы, чтобы ребята больше прогрессировались, не боялись, приходили в нашу дисциплину, не по улицам шастали, а вот хоть чем-то занимались. Тем более сейчас «Игр будущего» как производят, то есть там огромный финанс. Если ты успешно прогрессируешь, то у тебя есть шанс выбиться в люди. В экстремальном катании на роликах равных не было казанским спортсменам. Они увезли все призовые места. А вот в BMX уровень показали нижнекамские райдеры, которые с открытием Центра креативных индустрий база не ставят свои тренировки на зимнюю паузу. Соревнования подходили к концу, как вдруг раздался громкий хлопок. Во время исполнения трюка лопнула камера велосипеда одного из спортсменов. Это рядовое событие? Ну да. Или редко такое происходит? Ну да. Очень редко. Очень редко. А в твоей практике как часто? Ну это первый раз. Первый раз. Страшно было? Ну не очень. Ты нас накупал? Я сам сейчас. А сейчас нормально все? Сейчас, да. Готов продолжить соревнования? Скейтбордингу, все возрасты, покорные, час на площадке и 10-минутный мастер-класс. И вот даже я с нулевыми навыками смогла что-то выполнить на скейте. 10 минут мастер-класса от именитого тренера из катания. И у меня получаются трюки олимпийского уровня. Николай Саламатов катается на скейте два года. Начинал учиться по видеороликам, помогали в развитии навыков и друзья. За это время несколько раз становился победителем и призером различных городских и республиканских соревнований. И в этот раз первое место никому не уступил. Мне изначально понравился скейт, так как такая самая давняя культура. И она красивая, там много направлений есть в ней. И трюки выглядят очень красиво и сложно. Коля, есть у тебя спортивная мечта? Ну, спортивная мечта это, наверное, попасть на скейтбординг стрит-лиг. Это всемирные соревнования по скейтбордингу и кататься за какую-то хорошую команду. Участники контеста получили массу эмоций и новый опыт. А победители – дипломы и подарки от организаторов. Вера Вирц, Максим Липин, Новости НТР. Далее информация рекламного характера. А после прогноза погоды смотрите программу «Экология жизни». Я же с вами прощаюсь. Будьте здоровы. До свидания. Если вы ждали суперцен, то вы их дождались. С 1 по 6 марта в Нижнекамске работает ярмарка из Пятигорска. Это последняя распродажа сезона. Норковые, мутоновые, шубы из бобра, каракуля и астрогана. Качественный фабричный пошив изделий гарантирует, что новая шубка или дубленка будет радовать вас не один сезон. Здесь вы найдете облегченные, но теплые модели стильных шуб и дубленок как для молодежи, так и для дам солидного возраста. Также действует выгодное предложение. При покупке шубы унты из Якутии в подарок. Шуба очень красивая, очень добротная. Вот распродажа идет. Приходите, смотрите, выбирайте, что понравится, берите. Торопитесь. Последняя распродажа будет действовать с 1 по 6 марта. Ярмарка находится в торговом центре «Барс-3» на первом этаже. Работает с 9 утра и до 18 часов вечера. Светлана Шумкова, Новости НТР. Зимой особенно важно носить качественную теплую обувь, которая защитит от снега и холода. Выбрать идеальную пару сапог или ботинок нижниканцы могут на выставке белорусской обуви. Все модели отвечают необходимым требованиям. Они комфортные, стильные и удобные. А теперь еще и продаются со скидкой. На нашей выставке началась распродажа зимней коллекции обуви. Эта модель женских сапог имеет подкладку из натуральной шерсти. Тем самым согревает вас при февральских морозах. Сапоги изготовлены из мягкой кожи, которая не сдавливает, не стесняет движения. Под высоким давлением и лазерной обработкой кожа плотно спаяна с подошвой. Благодаря этому ваши ноги останутся сухими даже вот теперь. На выставке представлены десятки моделей на любой размер и полноту. Преимущество белорусской обуви в том, что она подходит проблемным ногам и выполнена из качественных материалов. Успейте приобрести идеальную пару зимней обуви. Покупатели ждут ежедневно с 10 утра до 7 вечера по адресу Менделеева, 31. Магазин располагается на цокольном этаже торгового центра Барс-1. Анжелика Степанова, Илья Челноков, Новости НТР. С 21 февраля по 8 марта в Нижнекамске будет работать ярмарка из Пятигорска. На выбор представлено более 45 моделей, которые пользуются спросом у нижнекамских модниц. Норковые, мутоновые, шубы из бобра, дубленки до 70 размера. Качественный фабричный пошив изделий, низкие цены и 50% скидки. В связи с закрытием едем домой и до 8 марта решили сделать такую распродажу и на норку, и на мутон, и на дубленки, и на весь ассортимент. Меняем еще старые на новые. Принимаем старые шубы от 10 тысяч до 30. При покупке шубы обмен. Здесь вы найдете облегченные, но теплые модели стильных шуб и дубленок как для молодежи, так и для дам солидного возраста. Такое приобретение станет прекрасным подарком к предстоящему празднику. Хотел бы сказать всем мужчинам, чтобы сделали подарок 8 марта. Своим женщинам, близким, любимым женщинам, сестрам. Сделайте подарок. Меховые изделия всегда радует верхняя одежда. Пожалуйста, скидки хорошие присутствуют. У нас такие есть варианты. Покупайте две шубы, третий подарок. Ярмарка шуб из Пятигорска находится в торговом центре Эссен по адресу Гагарина, 25. Работает с 10 утра и до 7 часов вечера. До 8 марта включительно. Анжелика Степанова, Максим Липин, Новости НТР. Во вторник, 27 февраля, в Нижнекамске синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Температуру воздуха днем составит минус 7 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. В среду погода останется без существенных изменений. Субтитры создавал DimaTorzok